Декоративное освещение В светодиодных гирляндах 5,5 тысяч лампочек. Подписчики разделились на два лагеря. Одним не понравилось. Гирлянда над головой плохая зате. Такое ощущение, что под крышей идешь. Без снега не соответствуют действительности. А другие восторги. Красиво украсили город. Так бы и гулял до утра. Молодцы. Еще одним обсуждаемым украшением стали смешарики у кинотеатра Ростов. Блестящие двухметровые фигуры высадились на площадь вместе с желто-синим замком. Некоторые горожане пытаются понять, какое отношение имеют смешарики к новогоднему празднику. Ну, наверное, они напоминают елочные шары. Тут же появилось предложение установить персонажей из советских мультиков. Но всем не угодишь. А смешарики, кстати, тоже чисто наши российские герои. А вот так выглядит новогоднее настроение на окраинах Ростова. Перед многоэтажкой. Как могли, нарядили не особо пышное дерево. Украсили мишурой и несколькими шарами. Да, у каждого своя новогодняя елка. Вот что значит снега нет, праздника хочется. А гирлянды из центра города не дотягиваются. На Вейнведе украшения дерева еще скромнее. Обошлись одной звездой на макушке скромного саженца. Праздничные атмосферы добавляют разбросанный мусор и контейнер на заднем плане. Подписчики отметили. Вейнвед, как всегда, прекрасен. Где найти это место? Хочется увидеть вживую. А это пример того, как можно самому действительно украсить свой дом и собрать массу восхищенных комментариев. И хотя стоит этот дом в Зернограде, его активно обсуждают в ростовском паблике. Молодцы, надеюсь, что скоро у нас в стране появится традиция так украшать дома, пишут комментаторы. И тут же нашлись экономисты. Такая красота сильно ударит по карману и придется оплачивать большие счета за электричество. Ну, тут уж или праздновать, или над златом чахнуть. Украсить гирляндой можно не только елку, улицу или недвижимость, но и движимость, что продемонстрировал водитель такси. Автор поста снял видео с гирлянды мобилем и поинтересовался, хочет кто-нибудь прокатиться на таком. Подписчики тут же откликнулись. Пусть незаконно, зато людям приятно. Я бы прокатился. Отлично придумано. Тут же стали интересоваться, как к этому относятся сотрудники ГИБДД. Но владелец заверил, им самим нравится, и они даже фотографируют новогоднее такси. Креативную елку заметили в одной из ростовских больниц. Композиция чисто медицинская. На верхушке вместо звезды маска с плащом и резиновыми перчатками, ствол в бахилах. А вместо игрушек – шприцы, маски, тюбики и коробочки с лекарствами. Такая вот нарядная на праздник к ним пришла. И большинство пользователей это новогоднее дерево напугало. Одни сравнили его с привидением в палате, другие заметили – только косы не хватает. Но нашлись и ценители искусства, назвав новогоднюю больничную композицию симпатичной. За что елка может попасть за решетку? Понять сложно, но в детской поликлинике на Соколова случилось именно это. Тут же стали возникать предположения. Возможно, елка получила 15 суток за хоровод. А в наше время с этим строго несоблюдение социальной дистанции недопустимо. Другие заметили, что колючая все-таки не сильно провинилась, поэтому сидит не в одиночке, а в общей камере с растениями в горшках. Скорее всего, они проходят как соучастники. Но все оказалось не так трагично, как могло показаться с первого взгляда. Просто родителям трудно уследить за своими чадами, поэтому поликлиника защитила елочку. Правда, так картина смотрится не особо празднично. Ну уж эта елочка на театральной площади зажжется так зажжется. В этом можно быть уверенным, заметив подведенный кабель для иллюминации. А не заметить его трудно. Замаскирован он асфальтом, что стало похоже на лежащего полицейского. Против машину не потянет, но самокаты и скейты тормознет. А кто-то решил, что пороховая дорожка. Поджигаешь с одной стороны и секунд через 10 фейерверк из елки. Но вообще многих подписчиков такой подход и горчил. Ну что же так неэстетично? А кто-то предположил, что рабочие специально испортили плитку, чтобы был повод положить новую. Или решили, что это все сразу замаскирует снег и не видно будет. Потому и обошлись без специальных кабель-каналов. Когда танцы с бубнами не помогают, в ход идет тяжелая артиллерия. Массовые ритуальные пляски. Обряд сокращения числа возгораний провели пожарные. Хоровод водили в Петербурге, но обсуждается видео и в ростовском паблике. Пользователи радуются. Это значит, в данный момент ничего нигде не горит. Но другие боятся, что у этих огнеборцев могут возникнуть проблемы. Мой друг в Питере живет и раньше работал в полиции. Как-то в форме рядом с участком они с напарником поиграли в снежки. А коллега их снял. Видео запостили в сеть и потом оно попало в новости. Им влепили выговор. Но я уверена, пожарным за такой креативный призыв «Елочка, не гори!» только дадут премию огнетушителями. Иногда бывает так, что и Дед Мороз поиздержится. И пытается подзаработать на улице. А может, просто трубит сбор на новогодний праздник. Музыкального волшебника заметили на пересечении с тачки Зорге. В тот момент он играл на трубе песенку «В лесу родилась елочка». Но многие комментаторы героя видео осудили. Это совсем не новогоднее настроение. Он просто хайпует на актуальной теме. Играет плохо. А Снегурочка и ее друзья ответили. «Вечно вам все не нравится. То снег не такой белый, то лампочки светят не так ярко, то небо слишком голубое. Хватит придираться. Нормально он играет. И настроение новогоднее создает». Бутылку с посланием 120-летней давности обнаружили археологи во время раскопок на углу Чехова-Седова. Клад оставил мещанин Иван Федорович Смарков. В записке он передавал всем ростовчанам привет, сообщив, что делает это 11 апреля 1901 года. И вложил еще в бутылку, видимо, самое дорогое. Сигареты табачной фабрики «Осмолов» и «Ко», отрывной календарь и выпуск газеты «Приазовский край». Далеким потомкам такое послание понравилось. И почерк очень красивый. Не то, что сейчас пишут. Ничего не понять. Какая теплая и хорошая городская новость. Иван Федорович Смарков, несомненно, был человеком с воображением. Интересно, остались ли в Ростове его потомки. Это послание для них. Их и наследник неразборчиво указан в конце текста. Обычно мы рассказываем, как ростовчане комментируют сетевые новинки. А здесь наоборот. Ростов стал предметом обсуждения россиян. Иван Ургант подслушал слова главного санитарного врача области на брифинге. О том, что ростовчане пытаются проходить в торговые центры по QR-кодам от покупки стиральных машин, утюгов и кур. Ургант тут же подключился и привел свои данные. Руководство торгового центра отчиталось, что в тот день их посетило 600 утюгов, 850 куриц и один привитый человек. Как его назвали в ТЦ – чайник. Игрушки бывают с вкусной и полезной начинкой. И тогда им обрадуются герои торжества в Международный день обезьян. Судя по видео, они быстро расправились с лакомством. Кстати, этот праздник разнообразно отметили многие зоопарки мира. Ведь обезьяны очень сильно отличаются внешне привычками в еде, поведением и образом жизни. Например, вес взрослого самца-гориллы в 5000 раз больше мышиного лемура. У одних хвосты длинные, у других вообще отсутствуют. А кто-то питается листьями, а кто-то насекомыми. В мире до 400 видов приматов. И 16 из них есть в ростовском зоопарке. Комментаторы поздравили обезьян и восхитились тем, как быстро они расправились с подарками. Ядерный гриб Ока, Саурона, НЛО. Как только не называли подписчики, это свечение на фото. Одна из достопримечательностей Никлиновского района, которую можно увидеть только в темное время суток, попала в ростовский паблик. Как рассказали очевидцы, на самом деле свет исходит от тысяч мощных ламп тепличного комбината в селе Вареновка, недалеко от Таганрога. И некоторых такое открытие разочаровало. А я думал, что НЛО. Что же вы за люди такие? Может и Деда Мороза? Нет, по-вашему. А кто-то поделился своей грустной историей. В детстве я как-то спросил отца, что за свечение за холмом на небе. Он сказал, что там живет змей Горыныч. И тогда я поверил. Спустя годы, конечно, понял, что светится от электричества и низких облаков. И волшебство пропало. Это весело в интернет-новостей на этой неделе. До встречи!